Всем привет! Итак, что же новенького на доме 2 и за периметром? На проект вернулись Черно и Аганесян. Вот Черно вальяжно выседает на семейном совете, а это кадры из юмористического ролика о том, как Черно не хочет возвращаться на проект. Черно хорошо даются комедийные роли в коротких юмористических видеозарисовках. Возможно, это её призвание. По салонам красоты шарилась пол декрета, пишут в комментах, а вернулась как с полей картоху копавшая. Стала выглядеть ещё хуже, как мужик. Черно, кстати, хотела взвеситься вот буквально два дня назад, но сломала весы. В ближайших планах девушки занятия спортом, корсет, массаж. Она планирует скинуть вес до 85 уже в следующем году. А весной или летом она будет делать абдоминопластику, подтяжку груди и рук. Рекомендую, кстати, посмотреть мой предыдущий ролик. Наряды девушек на свадьбе Валеры Блеменкранца и Ани Левченко. А это подарок Яни Шофеевой от таинственного поклонника. Видимо, от того самого, который ухаживал за девушкой на свадьбе Блеменкранцев. На всех околодомовских площадках сейчас обсуждают вредные привычки Ани. Беременную невесту застукали во время перерыва с сигаретой. Аня попала в кадр сториз бывшей участницей Дома-2 Ксении Волковой. Левченко сейчас на 10 или уже 11 неделе беременности. И вот так вот необдуманно травит своего ребёнка. Но находятся люди, которые Аню оправдывают. Пишут, что свадьба – это стресс. Беременные очень тяжело весь день на ногах, под камерами. Тем более, что Аня постоянно жалуется на плохое самочувствие. И нужно ей как-то ведь расслабиться. Также пишут, что бросать это дело нужно плавно. Якобы врачи даже запрещают резкий отказ от вредной привычки. Но и многие говорят, что если бы всё было так просто, люди годами не могут бросить. Не то, что за 2,5 месяца. Многих тронуло поведение Оли Рапунцель во вчерашнем из шоу «Спаси свою любовь». Когда она буквально расплакалась из-за того, что её атакуют хейтеры. Недоброжелатели очень сильно осложняют жизнь семье Дмитренко. Оля искренне недоумевает. За что нас ненавидят? В чём причина? Почему они прицепились именно ко мне? Я что, девушка лёгкого поведения, кукушка, шебешница? К чему во мне можно на данный момент придраться? Подписчики советуют Ольге не расстраиваться, брать пример с Любой Успенской. Посоветоваться с юристом и подавать на хейтеров в суд. Есть якобы соответствующие статьи. Нарушение прав человека и оскорбление личности. А жалко ли вам Олю Рапунцель в этой ситуации? Пишите в комментариях. А как поживают Строкова и Сахнов? К ребятам в гости приехали родители Дани и мама Тани. Они наконец-то встретились и познакомились. Недавно Татьяна отметила день рождения. Говорит, классно погуляли. На штрафстоянку попало аж три автомобиля. Машина Тани, автомобиль Дани и красотка Капы с Мариной. Катя Богданова покинула проект и колясика, соответственно. Говорит, нужно пожить отдельно, отдохнуть друг от друга. Но святое место пусто не бывает. И вот уже колясик зажигает с Ульяной Павловой. Он учит девушку своим фирменным телодвижением. Говорит, что она очень хорошая. Пишут, что сынок Оле Орловой хочет стать участником Дома-2. Однозначно врут. Уманский и Паршина отдыхают в Турции. Ребята живут в отеле «Пять звезд». И Никита рассказал, во сколько ему обошелся отдых. Мы отдельно оплачивали отель и перелет. Билеты покупал за мили. Это 60 тысяч миль и 43 тысячи топливный сбор. Отель стоил 90 тысяч за неделю. Настя Алисова недавно стала мамой. У нее родилась вторая дочка. И Настя сразу же показала лицо ребенка. Никаких тайн мадридского двора. И свое ненакрашенное лицо она тоже без стеснения показывает. Есть у Насти и фото, сделанное в процессе кормления. Так она и имя малышки скоро скажет. Никакой интриги так даже не интересно. Степа Менчиков тоже сфотографировал жену и дочь. Геля кушает борщ с майонезом и кормит свою третью доченьку. Но боюсь, это фото Ютуб заблокирует. Потом Степан фото, кстати, удалил. У Геля, кстати, отличная фигурка после родов. Вот с кого нужно брать пример, располневший Оли Рапунцель. Пингвиновые чайков отложили свадьбу. Я на большом сроке беременности. Свадьбу сыграть мы уже не можем. Поэтому перенесли это событие на потом. Отца я впишу при рождении. А когда окрепно после родов, сразу распишемся. И все будет, как я мечтала. Белое платье и ЗАГС. Ира не отходит от Зимы. Несмотря на то, что у нее сильные отеки. Она ездила с ним выбирать ноутбук. Маша Бондарев взяла все в свои руки. И неофициально объявила себя парой с Максимом Колесниковым. Максим не очень этому рад. Но говорит, возможно, что у них что-то и получится. Объявили себя парой также Павел Бабич и Катя Скалон. Купин неожиданно сменил образ. Сам в шоке пишет. Что скажете, так лучше? Сменила образ и Настя Голд. Но думаю, что ей такая прическа совершенно не идет. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Объявляйте. Почти. Субтитры сделал DimaTorzok